Зачем я стою здесь и почему я это делаю? Потому что, на мой взгляд, опыт и знания, они примерно как финансы, если они лежат под подушкой, то они могут терять ценность. И хочется поделиться тем, что я знаю, для того, чтобы у вас появились какие-то свои идеи, может быть, мотивация, может быть, понимание, куда двигаться. И все это двигалось и развивалось. Расскажу про свой путь, как я дошел до такой жизни. И здесь я забыл убрать привет Кирилл, но расскажу про него все равно потом. Расскажу про нетехнические заметки про JavaScript с точки зрения не конкретно кода, а JavaScript в мире, в разработке вообще. Что это, сколько вакансий, какие тренды сейчас присутствуют, сколько программ на GitHub написано, на каких языках и где JavaScript расположен в этом во всем. Что даст некое понимание, что это такое с другой стороны. Я надеюсь, что Рома дополнит это все потом, а вообще на Академии, которая будет, мы расскажем технически, что это, как это с самого начала до какого-то уровня. Итак, про себя пару слов. Я в IT с 2009-2010 примерно с тех лет. И занимаюсь постоянно веб-разработкой. У меня был небольшой совсем опыт в ВУЗе на ассемблере. Был небольшой опыт на Pascal в школе. Небольшой опыт на C++ в ВУЗе. Но вообще в основном я занимаюсь веб-разработкой. Когда устроился DataArt, то он начинался с внутренних проектов. Это были DataArt.com, DataArt.ru, DataArt.uk, британский сайт. И потом у каждого есть какой-то рост. Вот мой рост пошел оттуда. Сейчас уже зарубежные проекты. И у нас есть небольшая команда. Мы командой делаем эти продукты для заказчика. У меня есть опыт работы в детских лагерях. Это был интереснейший опыт. И на данный момент из того нашего сообщества в DataArt пришли уже около 7 человек. И мы не работаем в одном проекте, но чисто теоретически мы можем попасть в один проект. Приятно, когда люди приходят знакомые. И мы работаем где-то рядом. Это все интересно наблюдать за развитием. И себя, и людей тоже. Я закончил в ЭГУ физический факультет. И по специальности радиофизика. Ну, наверное, так. Как? Каким образом мне получилось попасть? У каждого вообще свой путь, индивидуальный путь. У меня была странная история. Я в 2009 примерно году попал на некий форум, общался с ребятами. Форум был посвящен тому, что у каждого есть свои баллы. Эти баллы можно зарабатывать и можно тратить. И тратились и зарабатывались они какими-то там действиями. Ну, лайкните мне там фотографию. Или репостните вот эту запись, например. Или в городе объявление повесьте. Вот подобная была идея. Сейчас этого форума уже нет, он не работает. И в какой-то момент, как и у многих, возникает вопрос. А пора бы уже и работать, начинать. Что-то как-то пятый курс, четвертый, третий. У каждого там в свой момент времени это возникает. И пора бы уже и поработать. Ну, я спросил на форуме у этих ребят. Они вообще не с Воронежа были. Москва, Питер в основном. Ну, и кто-то с Воронежа в том числе. И они говорят, вот будет день открытых дверей. Такое-то время. В декабре. Снег, зима. И мы еще находились в галерее Чижова, тогда ДТАРТ. В общем, пришел, мне понравилось, интересно было. И, ну, для меня это мало реально выглядело вообще туда попасть. Но все-таки я пошел на собеседование. Причем не на фронтенд, на чем я сейчас, а на PHP. Прошел собеседование. Вроде как меня заметили. И долго молчали. Примерно полтора месяца. А через полтора месяца я попал на вебмастера. На специальность верстку делать. То есть, у тебя все как-то неоднозначно получилось. Но как получилось. И с тех пор занимался версткой сначала. И сейчас вот JavaScript, фронтенд. С тех пор работаю. И вот уже 8 лет прошло. Есть другие пути. С пониманием, с опытом появляется желание делиться. И мои друзья, один из них был геологом. Теперь он где-то здесь тоже сидит, работает. Мы с ним занимались, ну, непосредственно раз в неделю, или раз в две недели мы встречались. И я ему просто рассказывал. Он задал вопросы, я рассказывал ответы. Давал ему рекомендации, литературу. И вот с тех пор прошло где-то полтора-два года. Но, к слову, Кирилл молодец. Это тот самый Кирилл. У Кирилла было невероятное рвение какое-то. Он уезжал на геологические разведки. И там сидел, верстал сайты, изучал. Молодец. Устроился в какую-то компанию, потом получил английский и устроился здесь. Также другим ребятам помогал там литературой, например. Давал литературу. И на моем опыте попадают те, кому действительно интересно, кто заинтересован, кто добивается, идет до конца. И это вполне себе реально. Люди так делают. Это можно. Благо сейчас возможностей значительно больше, чем в 2011 году. Есть курсы. Курсы не только от DataArt, от других компаний. Есть курсы онлайн. Есть платные онлайн курсы. Бесплатные статьи. Очень много информации. Было бы желание этим всем заниматься. И рвение, и способность достигать этого результата. А теперь про JavaScript. Вам будет предложено походить на Академию и попробовать эту таблетку. Она может быть не ваша, но попробовать можно ее. Под этой таблеткой внутри еще есть много разных слов. Причем не полный список, далеко. Все это оседает где-то в голове, и жить без этого потом невозможно. Этот список я составлял года три назад. Сейчас здесь значительно больше добавилось и будет добавляться. Эти технологии, FrontEnd развивается очень активно. Очень активно развивается FrontEnd. И то, что было там, когда я пришел в индустрию, и то, что происходит сейчас, совершенно две разные вещи. Кто может различить Java и JavaScript? Поднимите руки. Значит, я не зря эту картинку сделал. Есть те, кто не умеет. И запомните, дабы избежать неловких ситуаций в будущем, JavaScript не Java. Причем не JavaScript и JavaScript. Ну, пусть это будет в голове. Причем это не шутка. Можешь нажать, пожалуйста, на эту кнопку? Stack Overflow. Один из самых крупных, один из самых известных сайтов для вообще разработчиков. Без него сейчас тяжело. На него можно найти кучу ответов разных. На нем, на этом сайте. И здесь действительно есть такой вопрос. Пролистай, пожалуйста, ниже. Вот Java. Вот этот. Ну, прочитайте. Вопрос был. Java и JavaScript одинаковые. Ответ. Один – это практически игрушка. Сделан для того, чтобы писать маленькие строчки кода. И традиционно используется для неопытных разработчиков. А второй – это скриптовый язык для браузеров. Ну, вторая часть про JavaScript. Первая про Java. Верни, пожалуйста. Презентацию. Меня слышно нормально? Да, хорошо. Не получилось. А закрой, наверное, браузер, и тогда все получится. Во, хорошо. Итак, JavaScript. Я прочитаю вот это все. Мультипарадигменный язык программирования. Поддерживает объектно-ориентированный и императивный функциональный стиль. Является реализацией языка ECMAScript. JavaScript обычно используется как встраиваемый язык для программного доступа к объектам приложений. Не более широкое применение находит в браузерах, как язык сценариев для придания интерактивности веб-страницам. Основные архитектурные черты. Динамическая типизация. Слабая типизация. Автоматическое управление памятью. Прототипное программирование. Функция, как объект первого класса. Пока этого хватит. Продолжим на Академии. И посмотрим на JavaScript с другой стороны. Посмотрим на статистики. Как он позиционирован относительно других языков. Как он позиционирован с точки зрения вакансий в мире. Что происходит. Любят его вообще люди. Не любят его люди. Писать на этом языке. Начнем с России. Потом посмотрим на украинские статистики и ресурсы. Они в абсолютной величине, в количестве людей. Это не наше. Не сходится с реальностью России. Но в процентном соотношении будет примерно то же самое. И, конечно, попытаемся сфокусироваться на фронтенде. Итак. Российский ресурс. Это HeadHunter. Здесь ссылка. Собирательный образ программиста в России. Судя по HeadHunter, судя по вакансиям. Это мужчины и женщины. Это женщины 25-35 лет. С опытом работы 3-6 года. С высшим образованием. Это самые, по статистически, их больше всего сейчас. Таких людей, кто на HeadHunter размещает свои резюме. Там же размещение, правильно? Ну и, соответственно, другие статистики. Возраст другой, опыт другой и так далее. Кто-то со средним образованием, кто-то со средним специальным, кто-то не заканчивает. Вообще-таки тоже есть люди, кто приходят без этого в программирование и тоже успешные. Далее переключимся на украинский ресурс dooo.ua. И он показывает статистики, тренды по вакансиям. Например, сравнивая Java и JavaScript с 2007-го, что ли? Нет, 2016-го по 2019-й. Тренд виден, что вообще-то вакансии растут и там, и там. Их, ну, просто такой тренд. Программисты нужны, если коротко. И пока что не планируется, что они не нужны. Это временное падение, оно, скорее всего, будет обратно расти. И вот в процентном соотношении в России вот этот тренд также соблюдается. По Java меньше нужно людей, а по фронтенду больше. Тут много вопросов по поводу опыта работы, конкретно на чем люди пишут, какие там компенсации за работу и так далее. Ну, в общем, просто про общее количество вакансий, общее количество людей. Если брать .NET, то примерно похожая ситуация. На JavaScript просто больше на фронтенд людей. На .NET меньше, но и с другими то же самое. Дальше переключимся на статистику, какой язык программирования используете вы для работы сейчас. Можно заметить, что Java и JavaScript примерно соотносятся на одном и том же уровне. Это некое процентное соотношение абсолютно. И остальные будут меньше по статистике. Далее. Какой дополнительный язык вы используете в работе? JavaScript используется в подавляющем большинстве случаев людьми, кто занимается либо .NET, либо Java. Ну, приходит человек на проект, у него есть некий код. Зачастую это проект связан с интернетом, связан с веб-сайтом и просто некому другому делать что-то на JavaScript. Поэтому люди на Java пытаются разобраться в коде на JavaScript и пишут. .NET тоже. Ну, и все остальные в том числе в какой-то степени. Еще одна статистика с 2012 года по 2019 год. Какой язык программирования вы используете для работы сейчас? Здесь можно увидеть, что JavaScript набирает популярность явно, постоянно. И Python набирает постоянно явно популярность. Также есть Kotlin, который когда-то не существовал, потом появился. Есть еще Go, ну и какие-то еще другие языки. Согласен. С нуля расти легко для тех, кто будет онлайн. Далее. Это все были украинские ресурсы. И дальше Stack Overflow. Stack Overflow это один из крупнейших сайтов в помощь разработчикам вообще. Там есть вопрос, есть ответ, рассуждения, дискуссии. И они раз в год проводят крупное исследование всего рынка вообще. Тех людей, которые туда заходят. А в общем каждый программист заходит на Stack Overflow хоть раз в жизни. Проводится опрос. И потом вывешиваются результаты этого опроса. И в результатах опроса очень много разных статистик. Включая, вы правша или левша, там какие-то подобные есть. И как это зависит на зарплату, допустим. Вот. Здесь самые популярные технологии. Программирование, скриптинг и верстка. JavaScript. Ну и так далее. Вниз. Это по всему миру. Это глобальная статистика. Взятая со Stack Overflow за прошлый год. Наиболее любимые языки. Вот здесь он находится. Ну не самый. Ну не самый любимый язык. Возможно это от тех, кто использует как дополнительный. TypeScript, да. TypeScript это... Суперсет. Ну, суперсет. В общем, он потом преобразуется в JavaScript. В общем, это об одном и том же на самом деле. Количество лет программирования на языке. В зависимости от специальности. И здесь JavaScript находится... Вот здесь. В общем, это молодая специальность. И людей, которые... Вот. И Рома расскажет почему. Это молодая специальность. Людей с огромным опытом работы в JavaScript просто нет. Потому что он появился попозже, чем Java, например. Ну и Рома еще расскажет. Это статистика взята из GitHub. GitHub это крупнейший ресурс, на котором люди хранят свои репозитории со своим кодом, со своими программами. И лидирующую позицию занимает, конечно, библиотеки на JavaScript. Это на первом месте. Их миллионы, миллиарды. Не знаю, их очень много. Количество. Да, там будет картинка. Вот. Соответственно, люди, которые активно используют эти репозитории и туда что-то изменения заливают или берут оттуда тоже JavaScript на первом месте. Ну и так далее. В общем, какая-то статистика прослеживается здесь, в GitHub. По статистикам все. Если есть вопросы, то задавайте вопросы по статистикам. Супер. Ну, вдруг есть вопросы. Я с удовольствием отвечу. А вдруг нет, ну, значит нет. Хорошо. Про JavaScript еще немножко с другой стороны. Изначально он задумался для того, чтобы… Вот есть браузер. Браузер берет с сервера HTML-код. Браузер отрисовывает этот HTML-код на странице. А там есть ссылки. И ссылки ведут на другие страницы на этом же сайте, допустим. Раньше было невозможно, раньше было возможно только единственным способом перейти с страницы на другую страницу. Это нужно было отправить новый запрос на сервер. Сервер вернет новый ответ и нужно будет все заново перерисовать. В общем, JavaScript… Даже для того, чтобы изменить цвет кнопки, необходимо было отправить новый запрос, получить новый ответ. JavaScript позволяет убрать значительную часть вот этих изменений, потому что они просто не нужны. Лишние запросы для того, чтобы изменить цвет кнопки. Или для того, чтобы картинку новую отрисовать. Или, не знаю, куча разных вариантов. Вот JavaScript решает этот вопрос. Он потом научился подтягивать данные из сервера сам, получать их, отрисовывать на странице, обновлять данные на странице и так далее. Помимо этого, с развитием вообще истории и программирования в частности JavaScript вообще, он появился, например, серверный JavaScript на Node.js. И люди пишут программы, бэкэнд, на тоже JavaScript. Он часто используется действительно как встроенный скриптинг. Я когда писал свою дипломную работу по нелинейным эффектам в пассивном резистивном транзисторе, то в MatCAD писал скрипты. И писал скрипты на неком подобии тоже JavaScript. То ли JScript, то ли скрипт. Я, честно, не помню, как он назывался. Пытался вчера найти поддержку этого языка в MatLab сейчас, не нашел. Может быть, они его убрали. Но точно OpenOffice поддерживается. Продукция Adobe тоже поддерживает эти скрипты. И, конечно, можно писать плагины для браузеров. Все это там встраивается. Помимо этого, в какой-то момент появился IOT. Это умный дом. Это, например, какой-нибудь небольшой модуль, который улавливает температуру. И взаимодействие температуры с какой-то логикой на JavaScript тоже можно делать. Это отдельный вопрос, насколько это эффективно, целесообразно и все такое. Но это делать можно. Были такие времена. Про что? Про то, что все очень сильно изменилось с тех пор, когда... Ну, про себя могу сказать. С тех пор, когда я пришел в индустрию. Раньше для того, чтобы сделать закругленные углы, вот такие красивые, нужно было написать вот столько кода. И это работало. С тех пор, за много лет, все это преобразовалось в некие более лаконичные структуры. Теперь можно написать просто стилями. Вот одной строчкой. Тут то же самое. А ты нет. Можно и так. Можно и так. Хочется показать несколько примеров, интересных, на мой взгляд. Что можно делать с помощью JavaScript и набора этих технологий. Так. Как это нажать? Ага, хорошо. Эта библиотека сделана внезапно Uber или Uber. Конкретно эта визуализация показывает трафик в Манхэттене. Здесь можно сделать некие изменения. И будет видно, например, вот такая визуализация. Это все JavaScript, не знаю, SVG тут или Canvas. Не уверен, что здесь правильно. Наверное, Canvas здесь. Вот это все вот эти технологии, о которых пойдет речь на Академии, о которых мы сейчас вот с Ромой рассказываем в том числе. Так. Земной шар. Ссылка. Это библиотека от китайцев наших друзей. Байду. И здесь можно видеть, как красиво вертится земной шарик. Это все тоже frontend, тоже JavaScript. Помимо этого, на подобный, на этот земной шарик можно добавить какие-то статистики, типа популяция, цветами другими покрасить и так далее. Все что угодно. А это статистика и визуализация того, как люди, американцы, проводят свой типичный день. Ну, кто-то спортом занимается, кто-то путешествует. Ну, путешествует, наверное, перемещается с точки на точку, мне кажется. Ну вот, давай побыстрее. Спят они в 5 утра. Потом просыпаются и идут, куда они идут, там. На работу идут. С работы. Они куда-то резко потом пойдут, сейчас покажут. Может быть, да. Вот 12 часов, самый разгар. А, да-да-да. Отдыхают. Четыре. И тут где-то прям моментально все куда-то испарятся. Наверное, вот сюда все перебежали, да, в отдых. Вот, ну и продолжают идти спать к 12 ближе. Вот такие примеры, что можно делать с помощью фронтенда в качестве визуализации данных. У меня был необычный опыт в прошлом году. Я попытался совместить работу в детских лагерях со своей специальностью, и у меня получилась вот такая коробка. Что эта коробка делала? Если взять ее в разобранном виде, то эта коробка делала следующая. Стоп, 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 подожди. Нет звука, но и не нужно тут. Кликаем на кнопку, сколько-то раз конкретное количество, и открывается замок. Все, замок закрывается. Здесь есть, о, видно мышку. Здесь есть то самое устройство, которое воспринимает JavaScript. Здесь есть датчики. И все это координируется программой, которая потом открывает замок, закрывает замок, делает с ним все, что необходимо. Если все это собрать в коробку, то коробка будет выглядеть как поле чудес, черный ящик. Мы по нему стучим определенное количество раз, и он открывается. Он открывается, и внутри будет лежать супер-приз. Коробка закрывается. Стучим еще раз. Коробка еще раз открывается. Но огурца уже нет. Нет, не монтаж. Магия. Это тоже другой вопрос, насколько целесообразно это делать через JavaScript. Вообще это делается на Arduino обычно. Но на JavaScript тоже можно. Мне подарили набор, и я подумал, почему бы нет. В общем-то, основная часть всего, что я хотел рассказать, закончена. Хочется еще раз напомнить, что было. Пути в программисты разные. Кто-то сам, самоучка дома сидит, учит. Кто-то на конференции ходит. Кто-то приходит на собеседование, и потом оттуда набирает знания, и учится, и продолжается здесь как-то развиваться. Пути совершенно разные. У кого какой, выбирайте. Java, не JavaScript. Мы посмотрели на статистики. JavaScript очень разнообразный, очень гибкий. Это язык, который применяется много. Где? И он популярен, потому что действительно практически на каждом устройстве, на компьютере, на разных операционных системах, есть браузер, и браузер работает, и JavaScript там интерпретируется, и логику можно реализовать. На мой взгляд, в любом случае, даже если JavaScript фронтленд не станет вашей специальностью, то он точно поможет при трудоустройстве, и это знание, оно сейчас достаточно актуальное. Пройдет время, оно, возможно, когда-то пропадет и не нужно будет, но сейчас это так. Потому что даже программисты, которые бэкэндщики, джависты, им нужно тоже иногда описать на JavaScript. Вопросы, если у кого-то есть? Да. Но конкретно радиофизика, я не могу сказать, что прям очень помогла, но вот фундаментальные знания физфака, да, они помогают мыслить логичной, помогают комплексной видеть ситуацию. И, честно говоря, после тех формул, которые были на физфаке, JavaScript это семечки на самом деле, потому что там же оператор Лапласа, не знаю, там все подряд вообще было. Интегралы трехмерные. В общем, очень полезно было с этим познакомиться и попробовать. Так, еще? Да. Ну, на мой взгляд, проще всего для самой… Вопрос был в том, с чего начать и откуда брать опыт, да. На мой взгляд, самое, наверное, опять же, на мой взгляд, сделать свой сайт для себя просто сначала. Попробовать, что это такое. Что такое доменные имена, хостинг, залить это все, написать какую-то программу, посмотреть, как это все работает в комплексе. После этого, ну и параллельно брать курсы, читать статьи. Достаточно длинный процесс. После этого, наверное, можно уже помогать родственникам делать сайты для их бизнеса. Все это выкладывать на GitHub в качестве того, для того, чтобы это потом показать кому-либо. Можно также у опытных программистов потом спрашивать. Вот я написал вот это, у меня есть в резюме вот это в моем портфолио. Я сделал сайт себе, сделал зятю у него там фирма. И он может показать, как правильно, как неправильно. Ну, то есть это должно быть на виду, на мой взгляд. Вот так. Это вопрос хороший. Где найти опытных программистов, что спросить. Нужны хорошие друзья, я думаю. Помогать им. Есть форумы, на форумах тоже могут помогать. Можно там спрашивать вопросы в том числе. Давай, Рома. Ты сначала сказал, что ты работал во внутренних проектах. Отличается работа во внутренних проектах от работы на внешнем заказчике? Да, конечно, уровень на ответственности. А кроме именно с технической точки зрения, по задачам? Конечно, да. В том числе. В моем случае я на внутренних проектах занимался в основном помощью в стилизации и добавлении какой-то функциональности и версткой. А на текущих проектах это, конечно, прям с нуля. Все сделать, все настроить, еще есть команда. Совершенно разные вещи делаются. А каждый ли проект на внешнем заказчика начинается с нуля? Или все-таки приходится работать с всякими legacy-системами, так называемыми, которые уже достаточно долгое время работают с продакшенами? Разные варианты есть. Мир настолько разнообразен, что встречаются проекты, где нужно jQuery поддерживать, а иногда нужно jQuery переписать на Angular. А иногда ребята, заказчики, у них есть своя команда, и нужно присоединиться к команде и писать вместе с ними код. Расскажи пример, вот самая интересная задача за последнее время как раз внешних заказчиков. Темлицство на проекте британском. Это был первый опыт, у нас было 4 человека. Было весело и интересно, потому что было очень большое количество неопределенностей. И приходилось с этим работать. В общем, я код писал очень мало в том проекте. Вот такой мне понравился. Еще? Да. Вопрос в том, что Kotlin и TypeScript занимают одни из высших точек, и с чем это связано. Лично мое мнение, я вообще не берусь судить, как причина-следственная связь конкретно в этом случае. Ну, я не знаю. Может, не пробовал. Но TypeScript пишу. Возможно, потому что людям с Java мира приходится писать на JavaScript, а TypeScript это нормальный, понятный им способ это делать. Потому что он действительно типизированный, там есть классы, там все привычно более-менее. Я думаю, что это один из возможных факторов. И, вероятно, Kotlin на данный момент как-то рекламируется активно, может быть, на сообществах, на конференциях. Может быть, по этому том числе. Google его предлагает как язык по умолчанию и расти с нуля легко, как говорит Роман. Да. Из высшего образования за границей актуальность специалистов IT. Я не заказчик из-за границы, поэтому мне сложно судить. Ну, я бы посмотрел, конечно, на высшее образование. Лично я бы посмотрел на высшее образование. Но это не обязательно. Если человек, если человека компания рекомендует, как хорошего специалиста, и заказчик в процессе собеседования убеждается в этом, то почему бы и нет. По поводу общей картины я не могу сказать тоже, к сожалению. Вопрос в том, насколько актуален английский язык для IT-специалистов. Ну, английский язык вообще, в общем, дает еще один уровень, не уровень, а еще один ресурс, откуда можно брать знания. Там достаточно много знаний. Когда ты понимаешь свободный английский язык, ты можешь общаться с иностранцами в том числе, путешествия с иностранцами, можешь общаться на месте, можешь читать литературу, и там огромный объем знаний, которые можно черпать. Это также применимо в IT, конечно же. И в IT, де-факто, английский является универсальным, единственным языком, на котором весь мир разговаривает. В том числе мы, индусы, американцы, британцы, китайцы в меньшей степени. Ну, я думаю, тоже. Конечно, это нужно, конечно, это актуально. И для, ну, в какой-то момент для того, чтобы расти дальше, он просто понадобится. А для начинающего языка? Начинать можно с любого языка, конечно. Ну, то есть русский, да, русский, хорошо. У нас достаточно много информации, достаточно много статей, конференций. У нас объем хорошей информации в России по поводу IT на русском языке. Книги переводятся в том числе. Все у нас нормально с этим. С русского вполне можно начинать. Но я говорю, в какой-то момент это будет просто следующий уровень. Вопрос в том, на что смотрит больше заказчик на образование или на процесс собеседования, знания, опыта. Я могу говорить только с позиции разработчика. Потому что я не организую процесс набора людей в команду и не договариваюсь с заказчиком, как это делает project manager. Возможно, они там говорят об этом. Но я просто не знаю. И на моем опыте у меня про мое образование, может быть, один заказчик спрашивал. А так это происходит, собеседование. Есть технический специалист с их стороны, специалист. Он спрашивает вопросы. Я анализирую, даю ответы. Он спрашивает другие вопросы. Я даю другие ответы. И вот так процесс происходит. Если заказчик удовлетворен ответами, то происходит добро, синергия, и люди попадают на проект. Существует мнение, что JavaScript не стоит выбирать первым языком программирования. Опять же, у меня нет общей картины. Я не знаю, на какие ошибки, на какие грабли люди наступают, начиная с JavaScript, или начиная с Python, или начиная с Pascal. Но мнение, оно субъективно в любом случае. Нет объективного мнения. Можно начинать с любого, на мой взгляд. А там развиваться, изучать. В том числе, там для меня было непонятно, зачем типы нужны, когда я Pascal изучал. Ну, вообще, это в школе еще было. Потом понятно стало. Потом непонятно, потому что JavaScript появился. Потому что там нет типов. Ну, как, есть, но они все динамические. Поэтому, it depends. От условий зависит. Я не могу точно ответить на вопрос. И несколько смешных картинок для тех, кто новенький. JavaScript и JavaScript the good parts. JavaScript странный. Из всех его преимуществ у него, конечно, куча недостатков. Это динамическая типизация в том числе. Если в JavaScript выполнить строку вот эту, а это пустой массив, прибавить пустой массив, то в результате получится пустая строка. Внезапно. Если мы к пустому массиву прибавим пустой объект, то получится массив объектов. Если к пустому объекту добавить пустой массив, то получится ноль. Если сложить два пустых объекта, то получится not a number, не число. Ну и вот эти вот штуки, их тяжело отлавливать. Для этого придуманы типизации, в том числе TypeScript, который все любят. Это про CSS. Запомните его. Эту картинку, кто не знает, запомните. JavaScript очень популярный, и на нем пишется куча библиотек, которые все лежат на GitHub и занимают первые строчки. И поэтому, если... я не использую библиотеки javascript, которые старше 6 месяцев. Они мейнстрим. И вот та самая роман, шутка про NotModule. NotModule – это та папка, куда складываются все библиотеки, которые всказ скачиваются в проекте. И он, конечно, огромных объемов. Огромных. Все. Спасибо огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ